Здравствуйте, дорогие мои зрители! Последние 35 лет жительница города Омска Светлана Васильевна была вынуждена жить в цистерне. Только после того, как этой истории придали огласку, и она разошлась по интернету. Жизнь Амички поменялась на 360 градусов. Благодаря помощи неравнодушных людей, волонтерам и блогерам, звездам шоу-бизнеса, героини нашего ролика, удалось стать обладательницей новой собственной квартиры. Ведь именно в интернете блогеры объявили сбор средств и за сутки собрали крупную сумму. Около трех миллионов рублей, которых хватило на квартиру и обустройство жилья. Переехав из металлической бочки, в которой она жила более трех десятков лет, Светлана Васильевна признается, что жизнь в комфортных условиях, как ни странно, но дается ей с трудом. За столько времени, что она прожила в цистерне, уже привыкла жить без соседей в тишине и покое. Ведь соглаской этой истории пенсионерку стали узнавать на улице, с ней пытаются связаться журналисты. О женщине такое любопытство чуждо, объясняя это тем, что 35 лет о ней никто не знал и не надо этого. Как оказалось еще в советское время, Светлане Васильевне, служащей на военном заводе крановщиком, предложили временно пожить в железной бочке, чтобы выждать время на очередь на квартиру. Тогда там еще было отопление, вода и электричество, но несколько лет назад. Это обрезали, так как было проведено незаконно. Но квартиру от государства она так и не получила, поэтому после перестройки была вынуждена продолжать жить в бочке. Женщина проживала в ней одна, без детей и мужа связь с другими родственниками не поддерживает. Светлана Васильевна никогда не просила помощи, несмотря на условия, продолжала подрабатывать. И сейчас, после нового поворота в жизни, готовится устроиться на новую работу и обустраиваться дома. В новой квартире удобная планировка, есть все необходимое, мебель, техника, а главное – тепло и нет сквозняков. Постепенно женщина привыкает к новым условиям, но до сих пор периодически вспоминает. Как ей приходилось запасаться дровами, чтобы обогреть бочку, носить воду и постоянно ходить в теплых вещах. Переехав из старого жилья, Светлана Васильевна задумалась. Приобрести участок земли или дачу, чтобы заниматься огородничеством, как прежде. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, оцените его пожалуйста лайком и напишите в комментарии ваше мнение. Большое спасибо за просмотр.